Белогорьем и Волейбольным клубом Зенит Казань Болельщики практически полностью заполнили трибуны дворца спорта Космос Чтобы стать седьмым игроком для хозяев финала шести Не остались без поддержки и казанцы В двух первых встречах группового этапа дружину Владимира Олегна поддерживали три преданные фанатки команды Альбина, Лилия и Айгуль добрались до Белгорода своим ходом к началу финала шести Наверное, очень важно это поддержка любимой команды Тогда, когда 75 человек Динамо и даже три голоса, которые кричат Казань, Казань, а не Москва, они важны Ну и плюс, наверное, мы любим волейбол, мы больны волейболом А вот к полуфиналу из Казани подоспела подмога 40 человек на поезде приехали поддержать зенитовцев в решающих матчах турнира Стартовый состав хозяев имел привычное очертание В свою очередь Владимир Олегна выпустил на площадку капитана Александра Волкова вместо его тезки Обросимова Николай Апаликов набирает пятое очко для «Зенита» Это был первый активно выигранный мяч казанцев в матче Да, Белогория успела совершить до этого 4 ошибки Но при этом хозяева уверенно вели в счете 11-5 Олегна отправляет Горбича и Михайлова на скамейку, дабы те посмотрели за происходящим со стороны Выход Яковлева и Кобзаря особых дивидендов не приносят Не летит фирменная зенитовская подача и Травец раз за разом пасует на Мусерского Дмитрий не разочаровывает партнеров и болельщиков в 16-11 В концовке усилий одного Евгения Севажелеза явно недостаточно 25-18 в пользу Белогорья Поняв, что отступать уже некуда, казанцы начинают играть более раскрепощенно Волков трижды чехлить соперников Вербов великолепен в защите, а Севажелез забивает сложнейшие мячи На табло комфортный 15-9 в пользу Зенита Но тут на аванс сцену выходит Максим Пантелеймоненко Джокер Шипулина не подводит главного тренера, сокращая отрыв до минимума После чего второй раз в матче у хозяев выходит на подачу Антон Фоменко И своим вторым эйсом выводит Белогорье вперед 20-19 В равной напряженной концовке Максим Михайлов бьет вау Вторая партия за Белгородом 25-23 Вторая партия была равная игра, даже было где-то преимущество на нашей стороне Если бы она сложилась по-другому, я думаю, исход бы тоже в матче был совсем другим С начала второго сета мы нащупали свою игру Но, к сожалению, мы проиграли несколько важных очков подряд Позволили Белогорье сравнять счет Это и стало главной ошибкой Неудача во втором сете надломила казанцев Вновь на подаче Пантелеймоненко И вновь хозяева убегают вперед 1-9 Михайлов и Горбич отправляются в запас А вот выход 18-летнего Виктора Политаева возрождает интригу 12-й номер «Зенита» за партию набирает 6 очков Ни капельки не тушуясь против опытных соперников На Белогорье в этот вечер было уже не остановить Подгоняемые болельщиками львы добивают соперника 25-16 И выходят в финал, где завтра сыграют с волейболистами московского «Динамо» Они дожали нас во втором сете, а в третьем нам уже не хватило сил Да, тренер просил нас играть расслабленно, но, к сожалению, нам не удалось это сделать Я тоже думал, что будет долгий матч На это мы настраивались, к этому готовились Поскольку соперника мы знаем хорошо, и они нас Соперник очень серьезный Ну, так получилось У Белгорода сумасшедшая, во-первых, поддержка Во-вторых, они в своем зале подают тоже сумасшедшую подачу Нам сложно, когда ты отыгрываешься Тут нет смысла держать подачу Нужно ее пытаться рисковать, как-то догнать, выбить соперника Так, как сделал это Белгород Но у нас это не получилось Не знаю Зенитовцам же предстоит провести поединок за третье место против Сургутской «Газпром-Югры» Начало встречи назначено на 16 часов 30 минут Прямую трансляцию матча вы сможете увидеть на портале tvstar.ru и sportbox.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова